Сегодня с нами Исмаил Шахтахтинский, миграционный адвокат в пригороде Вашингтона с огромной практикой и специализацией на сложных делах, ну и простых делах, конечно, убежище и все остальное. Привет, Исмаил. Привет. Рад всех видеть. Да, как там у вас дела под Вашингтоном? Нормально все. Уже вот только что у нас был Zoom-митинг с работниками. У нас восьмая неделя уже пошла, как ремонт работаем, все работаем в офис, только едем, чтобы собирать пакеты, которые отправлять, и процесс сделать мейл, почту. А так уже восьмая неделя, что все работники работают из дома. Кажется, это уже какая-то вечность прошла. Я уже даже не помню жизни до карантина. Но есть очень много потенциальных бенефитов, кстати, что, знаешь, много чего технологически усовершенствовали за это время. То есть раньше всегда вот мы все, работники, все мечтали о том, что как можно больше использовать возможность работать ремонтлой, телеворкинг из дома. И вначале это было челленджинг, там логистические вопросы были. Но, слава богу, это все решилось. И сейчас мы обсуждали, какие плюсы, минусы. И с одной стороны это все помогло усовершенствовать до того, что мы все уже можем делать ремонтлой. Практически все. Стричься, как вы видите, да? Перекладывать волосы. Да. Как у нас обоих. Видите, у нас не выходит. Нет, ты выглядишь хорошо. Да, одна моя одногруппница из City University of New York говорила, что она вот как раз записалась на стрижку онлайн. И я такая, слушай, ты, Камал, ты серьезно собираешься платить деньги? Она такая, да. Я говорю, ну ты собачься, я буду стричь, правильно? Говорит, ну да, но это типа стрижка онлайн с парикмахером. Поэтому. Я помню, в старые времена были расчески, которые рекламировали еще в советское время. Что можно просто расчесываться, и оно стрижет. И потом сказали, что все не работает. Я думаю, эти расчески нужно заново вернуть в маркет. Вернуть в маркет, да. Слава богу, что иммиграционное право работает дистанционно. И вообще, дело в том, что процесс иммиграции, он-то открыт, если вы находитесь в США. И это важно. Мы все время объясняем, настаиваем, что если вы за границей, сейчас, да, для большинства... Ну, там тоже интервью закрыто, но NVC процессинг все еще идет. То есть процесс подачи петиции, там разработка дела через NVC, все такое, это все идет, все еще продолжается. NVC это на том виде центра, да? Да, да, через Госдепартамент после одобрения петиции, где уже вторая стадия процесса, она все еще продолжается. Они отправляют, мы получаем разные ноты и все такое. Поэтому давайте поговорим о сегодняшней теме. У нас сегодняшняя тема, как бы, есть заявленная. Мы, кстати, приняли все ваши вопросы. У нас есть очень много уже заранее заданных, да, мы по ним пройдемся. Те, что вы можете задавать вопросы в комментариях. Если вы в комментариях задаете вопрос, мы его обязательно увидим и ответим на него тоже. У нас, мы сегодня хотели поговорить о неординарных способах доказательства реальности брака и о финансовом спонсорстве, да. Ну, то есть, как можно доказать, как бы, да, что у вас достаточно денег для того, чтобы кого-то привезти. Давайте начнем, видимо, сначала, да, насчет доказательства реальности брака, как оно работает, что на практике было такого неординарного и, ну, как бы, какие бы это обстоятельства, да, когда нужно изворачиваться немножко. Да, это очень интересная тема. Я, если честно, недавно, ну, сравнительно недавно написал, как бы, статью про это, как в 21 веке можно доказать реальность брака. То есть, про реальность брака все вспоминают, там, фильм, грин-карту, там, и думают о традиционных методах, там, банковский счет показать, что у нас общий счет, там, фотографии распечатать и так далее. Но, естественно, это не всегда бывает. То есть, в реальности люди женятся на сегодняшний день, заключают брак, и не все сразу делят свои финансы, не все сразу соединяют свои банковские счета или, там, владеют совместным имуществом и так далее. И иногда бывает, люди поженились очень быстро, заключили брак, недавно познакомились, то есть, недостаточно всего, чтобы традиционно собрать эвиденс. Первое, что нужно понять, это то, что это все можно дополнить на интервью, когда назначается интервью. Но, но здесь есть очень такое важное «но». Если отправлять, я всегда это называю, голую анкету, то офицер, который уже получает эту анкету, рассматривает и смотрит, то есть, у них больше вопросов возникает, и они намного, как бы, скрупулезнее относятся во время интервью, потому что они видят, что люди просто предоставили, там, сертификат о браке, и, может, там, пару мелких вещей, то желательно собрать все, что можно заранее и во время подачи отправить. Когда уже офицер, который рассматривает дело ее на интервью, офицер уже видит пакет, и какие-то уже создаются предрасположения в отношении этого брака, и на интервью офицер не использует свои какие-то gut feeling, за большее основывается, что, окей, вот документация, вот там, действительно, то есть, это придумать невозможно или возможно, но вряд ли, что этот брак действительный, поэтому интервью проходит легче, мягче и так далее. То есть, если отправлять голые анкеты, офицеры иногда свои предрасположения, свои мысли, как бы, человеческие свои предрасположения импозируют на аппликантах и на интервью, интервью иногда проходит трудно, то есть, как-то скептически относятся офицеры. Поэтому желательно все собрать. А что можно собрать? То есть, иногда бывает в реальности брака люди еще не съехались, они заключили брак, они действительно любят друг друга, действительно хотят построить семью, но они еще не живут вместе. Является ли это причиной отказа, и все больше не надо подавать, надо ждать, пока съедетесь? Нет, то есть, можно, я лично делал дринк-карту через брак людям, которые живут в разных штатах, то есть, для этого была причина, кто-то там работал в другом штате, кто-то приезжал, или кто-то учился в другом штате, то есть, и с момента брака, прямо до интервью эти люди жили раздельно, и все равно мы получали, потому что мы предоставляли всякие разные дополнительные доказательства, которые не являются традиционными доказательствами, как фотографии и так далее. Насчет фотографий, то есть, давайте сначала насчет традиционных вот этих доказательств, стандартных, которые используют фотографии. Что я вижу часто, что люди пытаются, то есть, клиенты пытаются предоставить, что мне приходится исправлять, это предоставлять, например, фотографии, там, 20 фотографий вместе с подачей документов или на интервью, и на всех фотографиях там они обнимаются, целуются, где-то держатся за ручки и так далее. Повезло же, вот мой муж не любит целоваться и обниматься, на публике особенно. Это как-то наоборот, это как клише, и наоборот, иногда искусственно это выглядит. То есть, да, один-два можно, если где-то на путешествии обнялись там, перед каким-то там монументом сфотографировались. Желательно, самая лучшая эффективная фотография, это когда вы в группе, в каких-то собирунах где-то отмечаете праздник с родственниками, с семьей, или чей-то день рождения, чья-то свадьба, где рядом с вами люди. То есть, вы стоите, другие люди, и официально любят спросить, а кто это такой, то есть, вот это наш семейный друг, а это мой дядя, и так далее. То есть, они хотят больше видеть casual, то есть, регулярные фотографии. Насчет банковских расчетов, то есть, это одна из вещей, все говорят, о, нам нужно иметь общий счет, давай там, часто клиенты мне говорят, не подавай, мы еще не открыли общий счет. Почему так? Зачем этот общий счет? Ну, они почитали в форумах, что общий счет важен. Нет, это не важно, это не требуется. И иногда это, наоборот, вредит делу. То есть, если вы действительно искренне не собираетесь на сегодняшний день делить свои финансы, открыть какой-то общий счет, чтобы ваши имена были вместе в банковском счету, и бросив туда 500 долларов, 1000 долларов, даже 5000 долларов, которые не используются, и действительно, даже если используется, то сразу видно, что это искусственно используется для показания, или же действительно это искренний общий счет, люди делят финансы. Но этот счет, который искусственно создан, наоборот, вредит делу. То есть, это показывает, что вы просто его создали. Офицеры не тупые, то есть, они видят это, они знают, они намного больше опыта имеют, чем вы, которые раз в жизни подаете этот документ, и они понимают, что люди идут, просто открывают общий счет, бросают туда какие-то деньги, чтобы это... То есть, счет и... банковский счет и фотографии не играют настолько важной роли. Более объективный evidence – это то, что происходило у вас независимо от этого процесса иммиграции, то есть, как couple, то есть, как пара у вас... Например, я вот сейчас распечатал, сейчас я возьму спринтера, как бы быстро пройдусь, что я написал. Но, просто с памятью я вам скажу, например, если вас куда-то пригласили, то есть, это такие вещи, которые многие не думают об этом. Кто-то вам отправил приглашение на свадьбу, вам двоим, как пара. Опять-таки, было там 6 месяцев назад и так далее. Будет она интервью или во время подачи, разницы нет. Помните, что до интервью, после подачи, еще где-то 7, 8, 9, 10 месяцев можно насобрать много чего другого. Но кто-то вас пригласил на день рождения и отправил вам ивайт. Распечатайте этот ивайт, если там оба вашего имени. То есть, это объективно показывает, что какой-то чужой, другой человек приглашает вас, как пара на этот гадеринг. Вы в социал-медиа, там, в фейсбуке и так далее, просто casually, когда были, как где-то в путешествии, поставили фотографии или чек-ин сделали где-то. Опять-таки, эти все вещи можно тоже искусственно придумать. То есть, сейчас, я уверен, кто-то из слушателей скажет, что Айсмайл думает, что невозможно придумать. Нет, тоже можно фиктивно там кого-то попросить, отправь мне ивайт на двоих, будто бы ты приглашаешь нас. Но, опять-таки, это все может выявиться, это может выясниться. Какие-то социал-медиа ивент, где вы вдвоем вместе участвовали, или просто чисто в фейсбуке, где указывается, что там in relationship, опять-таки, и это остается в истории, когда вы стали in relationship, когда you got engaged, то есть, задолго до этого всего или там, до того, как подали. Сейчас я секундочку спринтеровать. Я пока буду развлекать, пока берет. У меня с мужем нет общего счета, кстати. То есть, у нас есть общая кредитка, но общего счета у меня с ним нет. И, вроде как, у нас точно неэффективный брак, у нас двое детей. Да, и, кстати, насчет детей. Я много вижу людей request for evidence после интервью. Это когда у кого дети просто идут на интервью с birth certificate ребенка, то, что все, здесь прекрасно, ничего другого не надо доказывать. Я не знаю, принципиально или просто буквоедством занимаются эти офицеры. Часто они отправляют request for evidence, что нет после интервью, что нет. То есть, то, что у вас ребенок общий, не означает, что брак действительно. То есть, браките там дополнительный evidence. То есть, я множество раз видел, которые люди такое сделали. И когда request for evidence, они уже alarmed, они тревожатся и тогда ищут адвоката. То есть, желательно заранее предрассчитать и более... Наверное, офицеры более их смотрят, что человек не уважает систему, просто принес свидетельство о рождения ребенка, а там в инструкции написано, что дайте нам что есть. То есть, поэтому они request for evidence делают. Но насчет social media. Что я еще советую сделать, это иногда могут быть месседжи друг с другом. Например, я с супругой, мы отправляем друг другу. Если я в Facebook что-то интересное вижу, я не знаю, может быть, что-то смешное про брак или там то другое, мы друг друга forward делаем, отправляем. Это показывает наш relationship. То есть, это вот intimate relationship между супругами, что они могут... Или даже в разборке. То есть, я, например, иногда клиентам, которые в отношении и так далее, потом я спрашиваю у них, у вас были какие-то моменты, где у вас разборки были, где вы там насчет чего-то там... Да, какие-то ugly тексты отправляли друг другу, там, ругались и так далее. Да, можно достать это. Это показывает реальность брака, потому что действительно в реальности couples иногда довольно ссорятся, да, разные ссоры и все такое. То есть, поэтому вот social media или text messages про ссоры. Потом есть вот вещи, которые counter-intuit. Все думают, там, кредитная карточка общая, там, банкский счет общий. А что насчет общий, например, Costco card, общий Amazon account. Например, Amazon делит Amazon. Например, в одном из этих случаев, где couple жили в разных штатах, мы использовали Amazon счет, где показывали, что они оба используют один Amazon счет. Причем они использовали очень долгое время, даже до того, когда они заключили брак, где они делились вот этим Amazon, где показывали, что delivery address туда-сюда доставлял, что она заказывала свои женские принадлежности, он заказывал там муж. То есть они это, чтобы придумать, трудно. То есть заранее это все рассчитать. То есть там онлайн покупки, опять-таки, text messages, whatsapp messages, коммуникация между аппликантом или петиционером, там, бенефициаром или заявителем, или US citizen, там, мужем, женой и родителями другой стороны. Допустим, еще до брака, там, они переписывались, там, звонили по Skype и так далее, вот эти переписки. То есть много чего можно. В одном, я просто одну последнюю интересность скажу, в одном из случаев, насколько было недостаточно вот этих всех доказательств evidence, я спросил у клиентов, есть какой-то там ресторан, кафе, куда вы часто ходите? Они сказали, да, внизу нашего здания, нашего апартмента есть один маленький кафе, куда мы ходим. Я сказал, там есть какой-то waiter или waiter, с которого вы знаете, да. Мы получили афидемит от этого waiter, что они видят, что они часто приходят к ним в ресторан, кушают. И waiter абсолютно, то есть официант абсолютно не в курсе вообще, что происходит, но получили афидемит. Потом получили, выяснили, что у них под зданием есть, то есть то, что lease, например, общий rental lease, да, там, аренда lease agreement, соглашение на аренду часто используют и ожидают, что да, то есть если вместе, а в реальности иногда, или там муж или жена владели этим апартментом до того, как заключили брак, там нет аренды, или могут, там, кому-то принадлежить, там, родителям одной стороны, или же просто не вписали в аренду, все еще живут. В таком случае, например, в одном случае мы использовали, мы выяснили, что рядом, прямо под зданием есть Whole Food магазин, и они оба товарятся там, то есть у них не было даже общего счета. И мы взяли bank statements от обоих сторон, разные счета, то есть не joint, и показали, что насколько они, то есть буквально через каждые 2-3 дня, они что-то у них прямо под зданием. И это показывало, что они живут вместе. Вместе. В том же здании где-то, да, хотя не было ничего другого, показывали, что они вместе там вместе живут, вместе ходят, тот же магазин, тот же кафе и так далее. То есть нужно немножко быть open-minded и более creative, креативным насчет, что использовать, а не просто шаблонно, банковский счет и фотографии. А если родители общаются друг с другом, да, я знаю, что мои родители общаются, как бы, да, с родителями мужа, независимо от нас, что нас обоих очень напрягает, как бы это тоже было бы хорошим доказательством, да? Да, конечно, конечно. То есть и афидевит, естественно, афидевиты от свидетелей, там, друзей общих, родителей, чем, если от родителей, например, афидевит лучше, чем от друга. Ну, потому что обычно, то есть больше смотрят, что родители более, я не знаю, то есть и используют афидевиты от очень много, я обычно рекомендую два или три, не больше. И мы это желательно получаем до подачи. Один, там, например, от общего друга, один от родственника, и там, может быть, один от лендлорда или там соседа, допустим, кто подтвердит, что брак действительно, ну, то есть, что подтвердит, что видят вас вместе, вы живете вместе и все такое. Да, и вот как родители тоже можно, да, то есть от родителей можно получить аппарату. Да, здорово. Ну, то есть, в общем, понятно, что можно быть креативными, можно как бы разными, бывает разные браки, даже сейчас объективно, как бы, да, у меня есть несколько там подруг, которые уже, там, не знаю, во втором браке, по старшими, которые говорят, я вообще, вот я сейчас там, да, с кем-то сейчас я вообще никогда больше не хочу жить с мужчиной, мне все очень нравится, но как бы можно не жить вместе, не надо этой бытовухи. То есть, ну, бывает по-всякому, как бы, да, и, то есть, Даже в таких ситуациях можно доказать, что это все равно брак, даже если они живут вместе, если там другие какие-то обстоятельства странные. Этот вопрос также часто бывает очень важен. Естественно, в тех делах, где брак не состоялся, и аппликант должен обновить свою долгодичную ринг-карту еще до того, как два года исполнилось, они разошлись, это становится, конечно, намного более актуальнее. И часто люди думают, что мы в первой подаче подали общий банковский стейтмент и так далее, что мне сейчас подавать. По инструкции, если брак первый, то есть при первой подаче, когда брак мужа и жена подали на грин-карту, на основании брака, уровень доказательств это 50% или больше. То есть офицер должен быть более чем 50% убежден, что это действительно брак. То есть вероятно, офицер, если грубо сказать, должен решить, что вероятно это действительно брак. Если разводится в течение первых двух лет, все это знают, что необходимо доказывать еще больше доказательствами. И уровень доказательств уже на английском это clear and convincing evidence, можно на русский перевести, что должно быть очевидное и ясное доказательство для офицера. Это уже невероятно, что действительно брак, а нужно доказать, что очевидно, ясно, что это действительно брак. И часто люди задаются вопросами, а что можно использовать, вот сейчас новое. Тем более, если брак развалился и стороны там уже не могут найти документы, что они не вместе искать. Искать там, может, кто-то фотографии сжег или уничтожил с телефона. Всякое бывает. 60% брака в США заканчивается разводом, поэтому это очень реалистичный статус. Когда нас слушает, мы все в розовых очках, но все. Такие статистика против нас, грубо говоря. И вот часто вот эта креативность в том, что находить вот эти, это помогает в этом процессе. Насчет ссор, если брак развалился и во время вот из-за чего брак вот расстались, были ссоры, то evidence вот этих text messages, даже бракоразводный вот процесс, где развод был, в процессе развода они друг друга обвиняли, там то, другому. Это помогает. То есть чем больше, чем, я всегда к Лену говорю, что чем nasty divorce, то есть чем, как сказать, злой деворс, развод, тем больше это показывает, что брак был действительно. Расспективные браки обычно заканчиваются просто мирно. Давай все, расстаемся. Пора. Никаких чувств, никаких эмоций. Да, да, вот эти эмоции, да, вот эти ссоры, это помогает. Вот это вот то, что я хотел сказать насчет креативности в доказательстве брака. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.